Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. Сегодня новый день съемок, и мы решили спуститься с Иерусалимских высот в прекрасную Иорданскую долину. Куда бы вы думали, ведет этот живописнейший въезд? Я думаю, многие догадались. Это монастырь преподобного Герасима Иорданского в Иорданской долине. Посмотрите, какая красота! Мы находимся в оазисе Иудейской пустыни. Можно даже с уверенностью сказать, что это духовный оазис Иудейской пустыни. Вы видите купол современного монастыря преподобного Герасима Иорданского. Традиции монастыря своими корнями уходят в глубину потрясающей истории эпохи расцвета Восточной Римской империи, Византии в Святой Земле. Примерная дата возникновения монастыря относится к 455 году н.э. О старце Герасиме мы знаем из его жития, записанного Иоанном Мосхом, духовным писателем 6-го столетия н.э. Современный монастырь преподобного Герасима Иорданского восстановлен в конце XIX века при Иерусалимском патриархе Никодемии I и располагается на месте древней лавры, название которой «Коломон», переводя с греческого, что означает «тростник». Сегодня монастырь преподобного Герасима Иорданского, пожалуй, самый гостеприимный монастырь на Святой Земле. Тема Львов не оставляет нас и здесь. Посмотрите, монастырь украшен несколькими скульптурами этих грациозных животных. Это неспроста. Львы неоднократно упоминаются в житиях святых. Львы становятся кроткими, как агнцы перед святыми мучениками. Они охраняют и защищают, например, лев святой Дарья. Львы являются средством передвижения. Святой Мамант и Феофан Исповедник ехали верхом на львах. Львы помогают. Так могилу преподобной Марии Египетской выкопал тоже лев. И много-много еще интересных историй связано именно со львами. А мы продолжим наш путь ко входу в этот замечательный монастырь, где уже долгие годы на страже его покоя Также стоит скульптура льва по имени Иордан. Субтитры делал DimaTorzok А вот и он, замечательный лев Иордан, с которым почти каждый посетитель монастыря считает своим долгом сделать фото на память. У меня таких фото уже достаточно. И лучше вот здесь, рядом со львом, я расскажу вам об истории дружбы этого дикого животного и старца Герасима. Во время одной из прогулок к старцу повстречался лев. В ту эпоху азиатские львы еще водились в этих местах. Последний лев исчез в 12 веке. Лев страшно ревел от боли в лапе. Его лапа вонзилась острее от ростника, и лапа распухла и гноилась. Увидев старца, лев мирно подошел к нему и показал лапу, таким образом прося о помощи. Старец, увидев льва в такой беде, сел, взял его за лапу, вскрыл рану и извлек занозу. Выдавил гной, промыл рану и завязал ее. А лев, получив полночь от старца, уже как маленькая собачонка, не отставал от него и всюду следовал за преподобным Герасимом Раданским. Старца это поведение льва весьма удивило. С тех пор Герасим кормил льва, бросая ему хлеб и свежие бобы. И лев получил прозвище Иордан. Давайте зайдем в монастырь и там продолжим наш рассказ. Гостеприимный монастырь нас встретил пением птиц и замечательными духовными песнопениями, которые периодически в записях можно услышать в греческих монастырях Святой Земли. Поехали. 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 Верхняя церковь была освящена в 1882 году. В трудах по ее возрождению участвовали в том числе и русские художники-иконописцы. Нижний ряд образов иконостаса содержит сцены ветхозаветных событий. Основной ряд иконостаса содержит иконы Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы, Святого Иоанна Претечи, Благовечения, Преподобного Герасима Иорданского, а также редкую икону Причастия Преподобной Марии Египетской старцам Зосимой и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Украшено обновленными мозаиками после того, как старые пришли в негодность из-за сильных землетрясений в районе Иорданской долины в 2003-2004 годах. Усилиями настоятеля обители, архимандрита Хризастона, в монастыре была создана мозаичная мастерская, и в церквях были выложены новые мозаики в древнем византийском стиле. И как же обойтись без Льва и Ордана в обновленных мозаиках? Ну просто невозможно отделить его от истории монастыря. Западная стена церкви украшена росписью праздника Успения Божьей Матери. Это Нижний, более древний храм. Он посвящен событию пребывания святого семейства, святого Иосифа Обручника и Пресвятой Богородицы во время их бегства в Египет. Вот это северная стена, расписанная иконой Божьей Матери, млекопитательница, которая почитается местночтимой чудотворной. На западной стене мы видим русскую роспись. У этой стены я и продолжу рассказ об Ольве и Ордане. При лавре был осел, на нем возили воду из реки Ордан. А лев по поручению старца Герасима охранял осла. Однажды осел ушел от льва на большое расстояние. В это время как раз проходили из Аравии погонщики верблюдов. Они изобрали с собой бесхозного осла. А лев вернулся к старцу Герасиму угрюмым и как бы пристыженным. Старец решил, что лев растерзал осла. «Где осел?» – спрашивал он. И лев, подобно человеку, стоял молча, опустив глаза. И с этих пор, по повелению старца, лев таскал на себе воду. Прошло некоторое время. Погонщик верблюдов, укравший осла, возвращался обратно. И осел был с ним. Завидев льва, погонщик бросил верблюдов и убежал. Но лев, признав осла, подбежал к нему. И, схватив его по обычаю за уздечку, увел еще и верблюдов, груженных мешками с хлебом. Рыча от радости, что нашел потерянного осла, возвратился Иордан к старцу. А старец все время был уверен, что лев растерзал осла. И только теперь узнал, что напрасно гнился на льва. С тех пор лев прожил в лавре около пяти лет, никогда не отступая от старца. Когда умер Герасим, льва в обители не было. Вернувшись, лев ревел и стонал, и искал своего хозяина. Лев очень скорбел, удивляясь страданиями братья в монастыре. Отец Савати взял наконец льва и пошел с ним на могилу. Став на колени над могилой, Савати сказал льву, вот где старец наш. И тут лев с необычайной силой ударился головой о землю, изревев, тут же умер над могилой старца. Продолжение следует... ... В 20 веке, в результате арабо-израильского конфликта, в период с 1948 по 1967 годы монастырь оказался в полном запустении, так как он попал по линии разделения границ на территорию Иордании и практически не посещался поломниками. Новый импульс возрождения монашеской жизни монастырь получает в 1976 году, когда сюда приходит служить тогда еще молодым диаконом из лавры преподобного Савва Освященного, будущий настоятель монастыря, уроженец полуострова Пелопонайса в Южной Греции, архимандрит Хризастон Тавулариас, который подвизается в Святой Земле уже более 40 лет. Монастырь на тот период находился в состоянии разрухи, дорога к монастырю отсутствовала совсем, в обители не было воды и электричества, а температура летом достигает порядка 50 градусов по Цельсию. Первые 12 лет пришлось использовать дождевую воду из цистерны центрального двора, пока не были подведены электричество и вода на расстоянии аж 3 километров от монастыря. Воды все равно не хватало и архимандрит Хризастон с рабочими арабами вручную прокопал на территории монастыря свою скважину воды глубиной 25 метров, которая при этом оказалась чистой и сладкой. В то время, как обычно в этих местах вода из-за близости к Мертвому морю бывает солоноватой и непригодной для питья. Местные жители арабы называют это место Дер Хаджла, то есть монастырь Куропатки. И действительно, неподалеку протекает источник Куропатки. После нахождения питьевой воды территория монастыря, раскинувшегося своим благодатным оазисом площадью 18 гектаров земли, расцвела тенистым парком различных деревьев и сельскохозяйственных угодьев, в котором красиво поют птицы. Здесь есть козы, овцы, кролики, куропатки, куры, утки, павлины и даже страусы. В обители действуют мастерские, в которых изготавливают свечи, иконы и мозаики. Более 30 насельников монастыря из Греции, Германии, Румынии и Кипра трудятся на различных послушаниях, и в том числе в лаврах святого Иоанна Георгия Хазевита и в монастыре на горе Искушений возле Иерихона. На сегодняшний день монастырь преподобного Герасима Иорданского в Орданской долине является самым гостеприимным и приветливым греческим монастырем во всей святой земле. Паломники и туристы со всего мира стремятся посетить это святое и благодатное место, освященное подвигом и молитвой самого старца Авы Герасима. Популярно это место также среди местных жителей, и израильтян, и арабов. Когда смотришь на эти замечательные сады, созданные заботливой человеческой рукой, невольно вспоминаешь образ рая в описаниях книги бытия. На этом я завершаю сегодняшний сюжет. С вами был Павел Платонов. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube «Россия в красках» и «Путешествия с Павлом Платоном». Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Будьте здоровы и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова